Традиционно начинаем наш эфир с карты военных действий, полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Перейдем, как перейти уже непосредственно к нашему гостю. Далее уже озвучим, кто с нами будет. Попрошу коллег нам показать карту войны. Это карта, которую предоставляет Американский институт изучения войны. Вот такая ситуация сейчас на фронтах украинских, на украинском фронте. Вот полностью выделена красным, эта ситуация на фронте. Американский институт изучения войны говорит о том, что войска Российской Федерации продолжают продвигаться на север к Лисичанску. Вот этот город Луганской области. Напомню, ранее в нашем эфире глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что украинским военнослужащим пришлось выйти со своих позиций с севера Донецка. Временно, сказал Сергей Владимирович, дабы не нести большие потери в этой войне с Российской Федерацией. Сейчас, по заявлениям Сергея Владимировича, в основном вооруженные силы Украины, как видите, находятся в этом регионе. Перешли к Лисичанску также. Также говорит американский институт изучения войны о том, что российские войска, вероятно, окружили украинские войска в Горском и Золотом. Но, опять-таки, как уже сообщал Генштаб вооруженных сил Украины, вот этот регион, который вы сейчас видите на своих экранах, это Горское. Конкретно его покажу, это желтым цветом выделено. И Золотое, оно находится чуть южнее Горского. На самом деле, вооруженные силы Украины вышли из этих населенных пунктов, дабы российские войска не смогли их окружить оперативно. Ну и мы уже есть у украинцев опыт, скажем так, после Дебальцева, после Иловайска, как обычно поступают российские войска. Армия Российской Федерации, говорит американский институт изучения войны, провела безуспешные наступательные действия, в том числе западнее Изюма. Изюм это Харьковская область, вот как раз показываем вам его. Вот город Изюм. Изюм является важной стратегической точкой для Российской Федерации. По данным Главного управления разведки и Министерства обороны Украины, город в Харьковской области является главным городом в логистическом плане для вооруженных сил Российской Федерации. Именно вот сюда, в этот город, который сейчас как раз показываем, сбегаются, съезжаются и поставки боевого комплекта вооруженных сил Российской Федерации. Живая сила там в том числе находится, ну и естественно артиллерия, тяжелая техника вооруженных сил Российской Федерации также там находится. Напомню еще раз, Американский институт изучения войны говорит о том, что армия Российской Федерации проводит безуспешное наступательное действие западнее Изюма, севернее Славянска. Славянск, как говорят в Генеральном штабе вооруженных сил Украины и в том числе в Американском институте изучения войны, это следующая цель. Вооруженные силы Российской Федерации, Славянск, напоминаю, это город Донецкой области, вот как раз сейчас показываем вам его на ваших экранах. Я также добавлю, что российские силы дают приоритет по окружению украинских войск в Лисичанске и еще раз напоминаю, пытаются возобновить наступление на Славянск. Вот как раз вот здесь, в этом районе находится огромное количество вооруженных сил Украины. Переходим теперь на юг нашего государства Украины, напоминаю, там вооруженные силы Украины ведут довольно эффективные контрнаступательные действия в сторону Херсона. Голубым цветом выделена как раз тот регион, вот эта вода, вот этот регион, который уже освобожден вооруженными силами Украины. Вот главный город области, до него по разным оценкам остается от 18, такие оценки были километров, 25 километров. Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, говорил, что в бинокуле уже видно, собственно, Херсон. Постепенно вооруженные силы Украины освобождают все больше и больше городов, населенных пунктов юга Украины. Американский институт войны говорит о том, что украинские силы продолжают вести контрнаступательные операции вдоль границы Херсонской области, а также Днепропетровской области, в том числе и видим ситуацию как раз вот возле Запорожья, какая ситуация сейчас. Напоминаю, что в том числе в нашем эфире военные эксперты говорили о том, что Мелитополь, вот город, который вы сейчас видите на своих экранах, это ключевая точка для освобождения юга Украины. Освободив Мелитополь, возможно, будет разорвать группировку войск Российской Федерации на юге. Ну вот, в принципе, прикладно как раз видно, в случае, если будет разорвана со стороны Васильевки, Новобогдановки и до самого Мелитополя, будет разорвана группировка войск Российской Федерации. И, как говорил в том числе военные эксперты Николай Белесков, будет легче, возможно, освободить юг Украины. Вот такая ситуация сейчас на фронте.